Пост сдал, пост принял. А дезинфектор Галина уже во всеоружии. Все по инструкции. Специальный костюм, перчатки и баллон с жидкостью. Да не простой, а дезинфицирующий. Каждую машину от заднего бампера до руля. С особой тщательностью проходит сотрудник компании такси. Это раствор хворки, который мы получили в нашей СЭСКе. Нам выдают специальные растворы, которые растворяем в специальных сосудах, заполняем и вот обрабатываем этим всем. Нелегкая ноша за плечами, но того требует правило. Ежедневно на линию к такси «Удача» выпускает более 150 машин. Все проходят тщательную обработку. Процесс стартует в 6 утра, когда водители заступают. Потом в обед, в момент пересменки, еще одна массовая обработка. Дезинфекцию проводят два сотрудника. Это дополнительная нагрузка. Помимо этого, они же выпускают транспорт на линию. А также следят, чтобы водители проводили обработку между рейсами. Обязательно в каждой машине находятся средства, которыми они пользуются. Они обязаны просто. Компания обязует каждого водителя обрабатывать руль, обрабатывать ручки обязательно, обрабатывать сиденья. Эти требования должны выполнять абсолютно все таксомоторные компании. И если машины дезинфицируют, водители носят маски, а информатор напоминает не только ремень пристегнуть, но и средства индивидуальной защиты надеть, то вот пассажиры проявляют большую беспечность. И проблема эта повсеместная. Некоторые не хотят соблюдать масочные люди. Говорят уже все за это. Надоели уже. Карантин, коронавирус вот этот. Что делаете тогда? Я им скажу, если гаишников попадаем, вы сами будете штраф платить. Ежедневно подобную процедуру проходят и маршрутные автобусы. Сразу после рейса встроенными рядами в помывочную, где сотрудники автоколона очищают от грязи и пыли. А потом за дело берутся ветеринары у Суриска. Ноша по дезинфекции общественного транспорта лежит на этой службе. Автобусы обрабатываются с 9 вечера до 12 ночи. После проведения механической обработки, помывки автобусов. А потом только мы проводим дезинфекцию этих автобусов. Больше 110 автобусов в будни, чуть меньше в выходные дни. Кстати, между рейсами сами водители протирают поручни, ручки и руль. И так уже пять месяцев. Все службы города стоят на страже здоровья населения у Суриска. А вот последние отчаянно не хотят признавать опасность. Не все, конечно, но большой процент.